Доброго здоровьица! В 2010 году я создал газету «Малахов ПРО». Я давно мечтал о своей газете, чтобы у меня была газета, в которой я делился своими мыслями, чтобы туда писали люди, чтобы это был такой информационный вестник по здоровому образу жизни наподобие ЗОЖа. Ну, вот уже прошло с 2010 года 5 лет, уже пошел шестой год. Газету практически делаю я сам, но тем не менее не оставляю это занятие. И думаю, что со временем все-таки оно подхватится, как в свое время были подхвачены мои книги. Начальный импульс сделал я сам, помимо того, что написал их для себя, далее сдал за свой собственный счет, потом ездил, читал лекции и заодно продавал эти книги, рассказывал о знаниях здорового образа жизни. И в конце концов люди подхватили, подхватили, и без всякой рекламы целительные силы распространились практически везде, где есть русское население. Сейчас я хочу в интернете открыть вот такую новую рублику, так называемый плейлист, в которой бы рассказывалось о газете Малахов ПРО. Эта газета вначале была сделана как печатный вариант, но потом из-за ряда причин я ее перевел в интернет. Можно было, конечно, совсем это дело бросить, но я решил просто так не сдаваться. Итак, о чем эта газета? Это номер первый. В каждой передаче я буду рассказывать об одном номере газеты, что в нем есть, что там интересного, чтобы, по крайней мере, вы знали, куда можно обратиться в случае какой-то у вас проблемы со здоровьем. Все газеты у меня на компьютеры. Они, естественно, выложены и на сайте Малахов ПРО, также они имеются и на сайте Генеша. Можно на них подписаться. Начал я ее делать, газету, в 2010 году, во второй половине, то есть это было в июле. Какая рубрика есть здесь? От издателя к читателю. Представляю газеты, о чем она, какие разделы будут, познавательно-практический опыт читателей, ответы, разъяснения для читателей, болезни их предупреждений, рецепты методы народной медицины, школа ЗОЖ, это интересно и важно, литературная страничка будет, рекламы и разъяснения. В содержании первого номера, вот, хочу вернуть былую красоту после родов, вопрос такой, рассказываю, как это сделать. Вопрос о питании. Опыт избавления от наркотической зависимости. Как лечить плечо, как сосуды чистить и нужно ли это делать. Расшлаковка лимфатической системы, лечение хронического танзелита, очищаем полевую форму жизни, консультации по оздоровлению, чем можно помочь при аллергии. И моя такая книжка художественная, где я излагаю свой собственный опыт, это записки голодающих. Ну вот, остановимся подробно на некоторых статьях. Хочу вернуть былую красоту после родов. Дочке 1 год и 10 месяцев. Перестала кормить грудью 4 недели назад и решила заняться своим здоровьем. У меня имеется опыт довольно регулярных голоданий, максимум 10 дней. Голодала 7 дней. Я не загадывала срок, смотрела, как будет вести себя организм. Ежедневно делала гидроколонотерапию. Предварительно выпила противопаразитарное средство. То есть очищала толстый кишечник, это так называемая гидроколонотерапия. Голод проходил нормально, однако постоянно наблюдалось подташнивание и некоторая слабость. Подташнивание это говорит о том, что очищается желудок от слизи, как раз вот вызывается тошнота. Слабость это естественно, организм начинает наводить порядок и поэтому возникает некоторая слабость. Это все нормально. И это заставило прекратить голодание, потому что в один момент с ребенком на руках почувствовал себя очень плохо. Почти потерял осознание. Ребенок очень активный и я с ним справляюсь сама. Теперь хочу провести чистку печени. Пью яблочный сок. Во время голодания начала облазить кожа рук. Я думаю, что организм истощен длительным грудным вскармливым. Хочу выбрать оптимальную систему проведения организма в форму и оздоровление. Сокотерапия, однодневное голодание. ПС. Сбеременность, роды и кормление. Прибавили мне немало лишних килограммов, что связано с гормональными проблемами. Моя основная задача – восстановить гормональный фон и вернуть прежнюю форму. Что я рекомендую? Контрастный душ дадут энергию. Второе. Сокотерапия, простонатуральное питание. Желательно раздельное. Скинуть лишнее и очистить организм. Особенно раздельное питание вначале великолепно скидывает лишние килограммы. Вместо голодных дней я рекомендую делать соковое. По 24 часа 1-2 раза в неделю. Соки из силы восстанавливают и снабжают организм необходимыми веществами. И плюс они его очищают дополнительно. И энергию дают. То есть всегда старайтесь оздоравливаться с помощью приятных оздоровительных средств. Вот я тут еще рекомендую. Больше соков на обновление крови, повышение гемоглобина. То есть это яблочно-свекольный сок. Великолепная вещь. Если есть возможность посещать баню, посещайте. Это уже будет расшлаковывать лимфатическую систему. Очищаться организм будет через споры кожи. Что очень и очень хорошо. И вот седьмая рекомендация. Учите и оздоравливаться красиво, приятно, естественно. И вот моя программа из семи пунктов. Можно ли очищать печень без желчного пузыря? Спрашивают. Конечно, можно. Кстати, многие думают, что если удалили желчный пузырь, то вместе с ним исчезают и проблемы с камнями и все такое. Нет. Они не исчезают, а отодвигаются. Также образуются в печени и камни, прямо в желчных протоках. Она также болит. То есть вы должны, прежде чем избавиться от желчного пузыря, вначале понять, от чего он заболел, и устранить все причины, проколы в образе жизни, которые привели к этой проблеме. А то вы хотите, отрезал желчный пузырь, проблемы все эти остались, порочный образ жизни остался, и думаете, что все решится самим собой. Нет. Этого не происходит. И вот как раз и женщина пишет, что несмотря на то, что удален желчный пузырь, а проблемы-то остались. Раздел «Практика» показала. Ну, тут я рассказываю, что здравоохранение тяжело больно, куча денег вкладывается. А результата никакого причины. Всемирное ухудшение экологической обстановки. Социальная напряженность. Сейчас 21 век. Ага. Социальная напряженность неимоверная. Массовое применение антибиотиков и гормонов. Опять-таки антибиотики и гормоны. Человек думает, а что-то у меня там заболело, вот там паразиты, бактерии, простыл и так далее. А уничтоживаю все это антибиотиками. Дудка. Антибиотики не просто уничтожают и вредное, и полезное. Они еще ведут к тому, что те вредные микробы, которые были у вас в организме, часть из них после лечения антибиотиками остается в живых, и они становятся более злокачественные, более жизнеспособные. И в итоге против них уже надо применять другие антибиотики, более мощные. А вот антибиотики и есть природные, которым вот вся эта зараза и микробы не приспосабливаются. Один чеснок выкашивает 360 с лишним микроорганизмов. Представляете? А антибиотик, знаете, насколько он вообще микробов действует вредных? На 2 максимум 3. Дальше надо опять. Поэтому идет гонка антибиотиков, которые, увы, ни к чему хорошему не приводят. И более того, человек думает, а, попил антибиотики и больше ничего делать не буду, и все, я здоров. Нет, болезни и условия для болезни порождаются образом жизни. Вот над чем надо работать. А медицина делает большую услугу тем, что поставляет антибиотики, и вот это вот считается хорошее средство для лечения. Увы и ах, это медвежья услуга. Гормоны. Гормоны тоже думают, а, мы сейчас попьем гормона, укрепимся, все так хорошо и так далее. Укрепляться надо естественными средствами. При этом, чтобы гормональный фон не перекашивался, чтобы он был естественный, потому что перекос туда-сюда порождают такие проблемы, что начинают там подбородок расти, усы расти, оволосенение, еще что-то, голос грубеет, вплоть до того, что более серьезные проблемы. И вот как раз я тут рекомендую противопаразотальные средства на основе трав по методике Гилды Кларк. Настойка черного ореха, прием полыни. То есть, можете прочитать. Описаны целебные свойства горчичного масла. Вот обычно существует такая процедура, очищения печени с помощью оливкового масла, лимонного сока. А оказывается, горчичное масло еще лучше действует, чем оливковое. Переписка с читателями, такая рубрика. Спрашивают, я отвечаю. Вот даже такие вопросы, как карма и возраст. Как научиться радоваться? Радоваться жизни, вообще радость, это искусство. которое очень и очень помогает в жизни. Радость притягивает к вам нужных людей, нужные обстоятельства. Она создает в организме условия для укрепления, если вы заболели вдруг, для скорейшего исцеления. Я прислал читатель, который попросил ее, чтобы я ее прокомментировал. То есть люди, вот понимаете, питание, можно сказать, существует официальная версия, существует натуропатическая версия, существует там сыроедческая версия, существует масса других версий, которые имеют право на существование. Но где истина? Если, будем говорить, с одной стороны рассматривать, как официальная медицина настала на своей позиции, что, мол, там пища ценится за счет калорийности, там белков, углеводов, там жиров. Это одна правда, которая далеко отстоит от истины, потому что вообще не говорится о том, что существует жизненная энергия в той же пище, в свежей пище, что она сразу встраивается. Существует жидкость в пище, допустим, в овощах, фруктах это структурированная жидкость. Более того, эта жидкость насыщена веществами, с помощью которых растения борются от паразитов, которые могут сожрать это растение, там овощ, фрукт и так далее. То есть имеется свой собственный иммунитет, заключенный в жидкость, в жидкой части растения. И когда мы делаем соки, когда мы употребляем свежие салаты, все это мы употребляем и укрепляем. Более того, вопросы о питании вообще не рассматривают, что тело-то мы строим из пищи, то есть из всего окружающего нас мы поедаем это. И это становится нашим телом. А растение, там, животное, выросшее на вот этой территории, оно вбирает в себя информацию об этом месте, информацию там из космоса, информацию из воздуха, информацию из почвы, от окружающей растительности. И растение становится частицей вот этой среды. И когда мы поедаем из этой среды растений, животных и прочее, наше тело становится частицей, что важно понять, этой среды. Оно уже укреплено изначально, поэтому животные особо и не болеют. Что там им болеть? Как только, а это вообще в современном питании не затрагивается, мы начинаем есть видоизмененное, из других регионов и так далее, и тому подобное, тем самым мы носим в свой организм информацию из других мест, и получается, что наш организм, наше тело, наши ткани не приспособлены к данному климату, не приспособлены к данной местности, и мы начинаем болеть. К сожалению, в этой статье об этом ни слова. Более того, голодание не лечит, а калечит. Тут вопрос такой, вегетарианство это там болезнь или еще. Такая рубрика здесь есть. Питание по первой группе крови. Значит, для первой группы крови водка, для второй там пиво. Как это там сочетается? Вообще, питание по группам крови забудьте. Группы крови были придуманы для того, чтобы понимать, какую кровь надо с какой мешать, для того, чтобы не получилось склеивание, которое называется агглютинация. Как только происходит склеивание из-за того, что одна группа крови не подходит к другой, так и начинается, значит, естественно, человек может во время переливания крови умереть. Вот поэтому и были исследования группы крови. В питании они не играют никакой роли. Как-нибудь я более подробно об этом поговорю. Единственное, единственное, что из этого положительно, это то, что некоторые продукты, причем для любой группы крови, которые употребляются, а продукты, крахмалистые, сахарные, белковые, это по сути свои природные клеи. Природные клеи, понимаете? Так вот, эти природные клеи склеивают частицы крови, эритроциты между собой. И это называется агглютинация. Так вот, чтобы этого не было, не было, вот делают специальные исследования, там в капельку крови, там добавляют тех продуктов, всех продуктов, и смотрят, склеились они или не склеились, или разъединились. Вот, и тогда человечку за денежки рекомендуют, вот то-то, то-то, то-то список продуктов. Но важно понимать, что это не от группы крови зависит, это зависит совершенно от других факторов. Кстати, вот у меня есть вода, называется полезная вода. Эта вода сделана так, что она насыщена свободными электронами, которые при попадании в организм человека заряжают частицы крови, и эритроциты раздвигаются, и кровь становится более текучей, она не собирается где-то там в тромбы, в сгустки, не вызывает расширения там вены, и так далее, и тому подобное. То есть, можно водой. Денежек нету на такую воду. Пожалуйста, используйте талую воду. Только запомните, талая вода свои лечебные свойства и положительные свойства проявляет тогда, когда в ней плавает кусочек льда. То есть, лед растаял, и еще осталась какая-то часть. То есть, из 100 грамм воды льда растаяло там 90, а 10 плавают в виде льда. Вот эту ставите в холодильничек и пьете. Вот тогда она действует. Как только она растаяла и поставила минут 20-30, все, забудьте о ее полезных свойствах. Как чистят сосуды? Ну, сосуды, можно так сказать, их не чистят. Если вы будете меньше есть крахмалистой, жирной пищи, белковой, и все это соединение в смешанном питании, тем более чистые сосуды у вас будут. Естественно, движение, не забывайте о движении, о парной. Рецепты для женского здоровья. Например, при бесплодии. Кстати, вот только письмо мне пришло, буквально такие по электронной почве, вот почему хочу иметь ребенка, а вот не получается. Вот, пожалуйста, в газете почитайте. Итак, вы познакомились с первым номером газеты Малахов Про, которую я сам делаю. Более того, сам пишу, сам верстаю уже. Ну, все, доброго здоровья, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин